Глава Свердловской области Евгений Куевышев прошел в многотысячной колонне выпускников и учеников школ Серовского городского округа, их родителей и учителей, а затем выступил с приветственным словом на торжественном мероприятии в честь последнего звонка. Глава региона выразил искреннюю радость тому, что ему удалось принять участие в этой замечательной традиции, всем вместе отмечать на городской площади окончание школьной поры. Вы покидаете школьные стены и переходите во взрослую жизнь. Конечно же, я вам всем желаю успешно сдать единый государственный экзамен. Я вам всем желаю найти себя в жизни, поступить туда, куда вы хотите. Последний звонок в Свердловской области прозвенел в эти дни почти для 17 тысяч учеников 11 классов. Окончание школы торжественно отметили 272 выпускника Серовского городского округа, 18 из которых были награждены медалями за особые успехи в учебе. Это победители и призеры всероссийских олимпиад, интеллектуальных конкурсов и турниров, спортивных соревнований, состязаний по военно-прикладным видам спорта. Глава Серовского городского округа Елена Берникова попросила школьников никогда не забывать о том, что отличный старт в будущее им дали педагоги, которые прошли вместе с выпускниками большой путь. По традиции, после всех напутственных слов и вальца выпускников на Преображенской площади Серова, в честь вчерашних школьников был запущен фонтан, который теперь все лето будет работать для горожан. О том, как прошел последний звонок в Артемовском лицее, вы подробнее можете узнать в нашем специальном сюжете. Однако отметим, что по мнению многих жителей нашего муниципалитета, будущие выпускники в этом году вели себя вполне пристойно, в отличие от тех видео и фотоматериалов, на которых запечатлены старшеклассники многих других населенных пунктов. Это делает честь не только артемовским ребятам, но и их педагогам, которые смогли воспитать в них чувство самоуважения и правильное отношение к ситуации. Скоро пройдут выпускные баллы, и мы сможем увидеть, смогут ли артемовские старшеклассники не ударить в грязь лицом и не стать героями юмористических видео, вызывающих, впрочем, лишь грустную смешку и горечь за будущее нашей страны.